сегодня у меня гречневый хлеб и этот хлебушек ароматный полезный и он долго не черствеет для начала в мисочку я насыпаю гречневую крупу взвешиваю и теперь ее нужно промыть промытую гречку высыпаю на разогретую сковородку мы даже немножко воды но это не страшно теперь обязательно обжарить помешивая постоянно помешивая высушиваем гречку и как только услышим вот такой вот легкое потрескивание сразу же выключаю крупа уже сухая теперь пересыпаю гречку в тарелочку чтобы немножко остыла и когда она уже тепленькая я начинаю ее перемалывать в блендере оставляя небольшую массу не перебитой целенькой гречки а остальное перебиваю не обязательно дожидаться чтобы она была очень мелкой вот такая получилась мука с крупинками довольно таки вот такая вот не очень мелкая теперь высыпаю тарелочку муку из гречки и добавляю сюда остаток целого зерна теперь нужно залить это все горячей водой закипевшей только что перемешиваю и оставляю на минут 20 накрываю полотенечком теперь в другую мисочку наливаю теплой водички на этот раз теплой теперь нужны дрожжи я всегда использую вот такие сап момент дрожжи они мне очень нравятся и нужно 2 чайные ложечки без горки отмеряю две ложечки добавляю в теплую водичку сюда же сахар и одну столовую ложку муки теперь перемешиваю и оставляю ну я ставлю в теплое место без сквозняков это у меня микроволновка безусловно не включая ее где-то минут 15 стоит и до появления вот небольшого брожения у меня шапочка такая а бывает что появляется пузырьки больше ну тут достаточно вот такая вот пеночка теперь мне нужна чаша в которой я буду замешивать тесто в нее я просеиваю муку теперь добавляю замоченную гречку вот таким вот она комком но это ничего страшного она уже пропаренная добавляю соль нашу дрожжевую смесь и 3 столовые ложки растительного масла все это высыпаю в блендер и замешиваю тесто теперь тесто готово вот такое вот мягкое и слегка липкое вот такое должно получиться тесто теперь из теста я формирую комочек мисочку смазываю подсолнечным маслом и кладу сюда наше тесто теперь ставлю это тесто теплое спокойное место это микроволновка не включать опять повторяю ставлю сюда стакан теплой водой на 50 минут чтобы подошло я еще забыла сказать накрывала я полотенечко теперь тесто достаю выкладываю на стол теперь я его уже особо не вымешиваю а просто формирую буханку батончик формирую батон выкладываю на противень застеленный пергаментной бумагой делаю надрезы ножом накрываю полотенечком и оставляю на минут 20 в это же время я включаю духовку на разогрев а теперь отправляю в духовку спустя 20 минут на 180 градусов примерно на 45 минут и пока наш хлебушек печется я покажу немного весны красота подснежники крокусы наконец-то теплее будет итак хлебушек наш печется и вот уже он готов такой аромат стоит интересный гречневый теперь ставлю на решетку хлеб чтобы он остыл тыл так 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 так